Сегодня в райадминистрации прошло заседание Совета депутатов Муниципального образования и Севертовский район 6-го созыва, который ввел первый заместитель председателя районного собрания депутатов Магомед Лобазанов. На поездке дня предстояло обсуждение 9 вопросов 7-й сессии собрания депутатов. О проводимой работе по развитию физической культуры, школьного и массового спорта и повышению эффективности реализации молодежной политики в районе рассказал начальник отдела по АФК спорту и молодежи Ахмед Исаков. С докладом об исполнении доходной части бюджета Муниципального образования и Севертовский район за первое полугодие 2016 года выступил специалист Управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Муниципального района. Об исполнении доходной части бюджета Муниципального образования и Севертовский район за первое полугодие 2016 года. В первом полугодии 2016 года сохраняется положительная тенденция увеличения налоговых и неналоговых доходов консердированного бюджета района Доля финансовой помощи из республиканского бюджета Республики Дагестан в общем объеме доходов бюджета муниципального района без учета субвенций составила в первом полугодии 45,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года это 71%. За первое полугодие 2016 года план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 130%, при плане 130,355,000 рублей в местный бюджет района поступило 169,424,000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района увеличились на 42,5%. Из общей суммы консолидированных доходов, налоговых доходов поступило в бюджет 118,621,000 рублей, исполнение на 125,6%, неналоговых доходов 50,737,000 рублей, исполнение 141,3%, дополнительно поступило доходов в консолидированный бюджет района 39,5,000 рублей. Всями структурами муниципального района ввелась позитивная работа на выполнение обязательств по налогам. Распоряжением главы муниципального образования была создана межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета и проведению мероприятий по легализации теневой экономики и теневой занятости заработной платы. Сформированная рабочая группа проводила рейды в населенных пунктах района по выявлению и постановке на налоговый учет граждан, занимающихся трудовой деятельностью без государственной регистрации. За 6 месяцев текущего года таковых граждан выявлено 3492 человек, из них в ходе рейдов с 3394 работниками заключены трудовые договоры. В качестве индивидуального предпринимателя за первое полугодие на налоговый учет поставлено 255 физических лиц. По вопросу, внесенному на рассмотрение администрации муниципального района о внесении изменений в решении собрания депутатов муниципального образования Хосовертовский район от 22 декабря 2015 года, о бюджете муниципального образования Хосовертовский района на 2016 год выступил начальник финноуправления Бушра Алимагамаев. В рассмотрении сессии 6-го созыва, 7-й сессии Совета депутатов, вносится вопрос в проект решения обнесения изменений в решении собрания депутатов муниципального образования от 22 декабря 2015 года, номер 3-6. В основном, на уточнение вошли направленные свободные остатки бюджета, образовавшихся на 1 января 2016 года, на дополнительные расходы по бюджетным учреждениям в сумме 19 млн 405 т.н. рублей. Уточненный бюджет района, также вошли поступления из Республиканского бюджета, номер приоритет по социально-экономическому развитию района на 2016 год. Это строительство школы, водосоружение акций, реконструкция детского сада, проведение мероприятий по предвижению заноса и распространению вирусной георреи крупнорогатого скота. Также на реализацию основных обучающих образователей программ дошкольного образования по стандартной зарплаты, то есть в связи с сведением нового садика, здоровые коллеги. Кроме того, пришли деньги еще в размере 200 тысяч рублей на пошлении лучшего учителя, это администраторский парень. И все, ну, чисто технический вопрос, мы должны все средства, которые пришли с федерального республиканского бюджета, внести на ваше рассмотрение, предварительно неся изменения в сводную роспись. Также в связи с рекомендацией отдела субсидий увеличены расходы, связанные с предоставлением и обеспечением граждан субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг в размере 20 миллионов 94 тысяч рублей. И аванс на проведение мероприятий по всероссийской сельхозпереписи в сумме 788 тысяч рублей. Коротко, вот все, что есть. Доклад готов. Основные материалы все представлены. Далее с докладом о проводимой в рамках выполнения приоритетного проекта развития республики Дагисан обеления экономики, работе в муниципальном районе по актуализации и постановке на кадастры учет земельных участков и объектов капитального строительства рассказал начальник отдела имущественных отношений Ильмухан Беймурзаева. Ну, работа, которую мы проводим по актуализации данных, и каждое совещание активно обсуждали, обоих всех на слуху. Прошлый год мы завершили хорошо, 143% выполнили актуализацию данных по замене, участвовали 104% в оксах. Вот в этом году у нас создалась очень напряженная ситуация. Вы все знаете, что у нас очень плохо идет работа с Росреестром, и за это у нас очень сильно упали показатели, и плохо, ну, у людей нет стимула, потому что очень долго идет, основной канал учет в Росреестре, люди уже не хотят сдавать документы. И сейчас вроде бы сдвинулась с мертвых точек. Так как это идет по всему Дагестану, у нас, в принципе, неплохая ситуация в республике. Мы где-то на 11-12 местах по оксах, по земельным участкам, несмотря на то, что у нас самый большой район и большое количество объектов. Но рамка выполнения плана, у нас очень напряженная ситуация. И сейчас мы работаем над тем, чтобы те данные, которые были раньше введены, и не попали в ЛАИС-Налог, за счет этого выполнить план. Поэтому мы проводим актуализацию данных ГКР и работаем с базой ФИАС. Это федеральная информационная адресная система. Вводим туда изменения, чтобы те 7800 участков земельных и более 3000 участков оксов, которые ранее не попали в налоговую базу АИС-Налог, чтобы туда попали. Такое положение с актуализацией данных. По восьмому вопросу о проводимой работе по транспортному обслуживанию населения района выступил заместитель главы администрации Вахид Касимов. Значит, у нас в районе единственное предприятие, которое занимается транспортным обслуживанием жителей Ахазовского района, является общество общественной обслуживания Фортуны. В мае месяце в 2013 году был опиарный конкурс. Значит, на торги вышло два предприятия, его спутники и его Фортуна. Вот те тревоги, которые администрация предъявляла, значит, этим транспортным обслуживанием, по Фортуна она выиграла тендер, и сегодня она занимается транспортным обслуживанием населения нашего района. В районе городской автостанции, вы знаете, у нас есть районная стоянка, которая занимается посадкой и высадкой посажений. Статус автостанции района не имеет. И в распоряжении сегодня ООО «Фортуна» 188 микроавтобусов «Газели» марки и два автобуса «АЗ». Вот, они заключили все договора с ООО «Фортуной» и водителем. У самой ООО «Фортуны» есть диспетчерская служба, медкабинет. Значит, в самом здании стоянки предусмотрены комнаты для матери и ребенка, малейная комната, санузлы мужской и женской. Значит, здесь специально для посадки для маломобильных групп населения, значит, предусмотрена вот эта папка, чтобы инвалиду можно было посадить на транспорт. Вот, сегодня по 21 маршруту имеются паспорта, зарегистрированные паспорта. В зоне транспортного обслуживания 37 населенных пунктов у нас. Есть населенные пункты, которые не связаны с нашей стоянкой. Допустим, Бокровская. Они напрямую заключили забор с ПТП, частные водители, у них автобусное обслуживание. То же самое по Бурагичу, у них автобусы обслуживали. Астральные населенные пункты у нас в основном транзитные, да, наши населенные пункты. Поэтому не каждая СИО имеет бригаду водителей маршрутных вот этих газелей. Сами понимаете, что это стихийно образовались эти бригады, да. В основном за этим стоят главы наших сельских поселений, определяя количество транспорта на их маршруте. В случае, если водителей не бывает, там они определяют. Седьмая сессия собрания депутатов в муниципальном образовании Хасавертовский район 6-го созыва состоится в 10 часов 28 сентября в райадминистрации.